Попробовали. Сочинить тонику. Трудно это оказывалось или не очень? Не очень. Кому-то не очень. Кому-то легче, чем слабо тонику. Кому-то легче. Чем легче? Вся слабо тоники нужно подбирать цель собачек. Ям, колей, трех столбик, пять столбик или там. Еще что-то. Ну да, то есть тут просто пишешь что-то хочешь, но теперь чуть-чуть корректируешь. Больше свободы. Вот насчет пишешь, что хочешь, это вред. Но есть некое... Правильно, это понятно. А потом чуть подкорректировать готово. Так, все равно есть некое, не то чтобы свобода, но есть ограничение этой свободы. Чем это ограничение свободы ставится? В тонике. Да. Ударение. То есть количество ударений в шестерке. Сделаем количество ударений в шестерке. Так. Прежде всего, количество ударений. Помните? Но это снова признак тоники. Одинаковое количество ударений на всех шестерках. Спасибо. Это у нас схема вдольника. Помните? А есть чуть более простая или чуть более сложная вещь. Так. Когда я пропускаю вот здесь, не один, не два, а могу ставить три, могу ставить один, могу ставить два. Так. У меня получится. Так. 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 А могу, наконец, в шестерках? Бесконечность. А нуля или бесконечность? Ставить между двумя ударами хоть ноль без ударных. Понятно, о чем речь? Ну или бесконечность? Ну, очень хочется сказать бесконечность. По-моему, где можно бесконечность? Ну, вообще, видите, одну строчку в теории. Ну, до пяти, до шести точно можно, да? А теоретически, теоретически, можно быть миллион этих ударных садов, но практически, здесь, блядь, ему больше десяти. Теоретически, действительно, могу ставить здесь бесконечность, но практически, по-русски, могу ставить до пяти до шести без ударных, между двумя ударами. Тогда у меня получится акцентный стих. Акцентный стих. Давайте посмотрим на примеры. Вы мне скажете, то ли это тарик, то ли это дольник, то ли акцентный стих. Стихи Владимира Маяковского. Я просто Маяковский тоже Тонику любил? Маяковский очень любил Тонику. То есть, сам это он сделал, у него практически нет. Я в это дебилюю, у нас в голове Тонику. Ну, так. Ну, не все, а мы. Очень часто. Давайте это имя запишем. Владимир Владимирович Маяковский. Ваш честок. Ваш честок. Ваш честок. 1893-1930. Почти. Владимир Маяковский. Интересно. Маяковский начинал с того, что хотел испровергнуть старый стих. Не знал, насколько это ему удалось. У него есть и ямы, и хореи. Тем не менее, Маяковский любил что-то новое. Новое. В том числе, конечно, нашу любимую Тонику. И Маяковский начинает именно с этого. С Тоники. Почти все ранние его стихи написаны Тониками. Не хореями, не ямами, а Тониками. Тоник Маяковский в 1915 году написал ряд сатирических гимнов. Что такое гимн? Давайте подумаем. Гимн. Я пишу гимн. Это как? Видимо. Возможно, это песня-символ, как и, например, флаг это символ, флаг, герб это тоже символ. Да. Это, конечно, некая песня-символ. Это песня-символ. Гимн при этом, эта песня хвалебная. Правда? Это песня-символ. А раз сатирический гимн, значит, это песня хвалебная, но с некоторым издевательством. Правда? Ну да. Издевательство, конечно. Маяковский пишет гимны. Гимн – это, конечно, символ. Гимн есть у любого государства. Правда? Да. Гимн есть у любой организации. Любого города. Я даже удивляюсь пока, что у нашей школы нет своего гимна. У городов есть гимн. Гимн есть у города. Может быть. Да? Да. У вашей школы гимн есть. У вашей школы гимн есть. Прекрасно. И у вашей. У наших пока нет. Сочините его сами. Кто мешает? Я в суде. Кто такой судья? Человек, который судья. Человек, который судья. Человек, который вырос в приговоры. не по теме, я просто вспомню, вы когда говорили, что тоника может быть что-то разнообразно, я это вспомню, а может я думаю, что они все-таки одинаково разнообразны, вход в тоники может быть, например, не будет количество лютарных свобод между ударами, но в тонике есть ограничения, то есть в каждой строчке должно быть одинаковое количество ударей, но в вашем слове, что тоники тоже можем в долгий момент пропустить, а вот слабые тоники можно же брать любое количество стол в строчке, в стеклянке, и можно брать любые формы для определенных размеров, вот вам судить, что более свободно, я думаю, что оно одинаково разнообразно, и то, и то, на самом деле, конечно, тоника, конечно, более разнообразна, чем слабого тоника, это понятное чудо, там можно пропускать большее количество слабого, там можно, на самом деле, пропускать и вот эти слабого, и тоника, конечно, более приближена к разговорной речи, чем слабого тоника, это понятно, и уж тем более, чем слабо, в слабике, помните, жесткое ограничение, нужно определенное количество слабов, правда, ударения могут распределяться как угодно, сила в тонике, и количество слабо, и количество ударений распределено довольно жестко, то есть там царствует, помните, стопа, в стихе должно быть определенное количество стопа, в тонике что действует? количество ударений, 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 насколько это свободно судить вам? давайте услышим гимн судье речь там пойдет о стране Маяковский в эти годы, в 15-м году, не видал эта страна под названием Перу южная лекция но Маяковский там не бывал, не знал, как она называется, и он всегда дает вот такое ударение, Перу так услышьте пожалуйста как он говорит о судье первой но начинает он даже не с судьи а с картинки совершенно другой по красному морю по красному морю плывут катаршане трудом выгребая галеры рыком покрыв кандальное ржанье орут о Родине первой это что значит давайте кандалы на их ага скорее всего ржут как бы они покрывают этим рыком кандальное ржанье то есть они может быть и смеются а может быть они просто вспоминают свою Родину как и прочие перуанцы а ра е перу орут перуанцы где песни танцы бабы и где над венцами цветов померанца были до небес бал бабы банан ананасы радости груда вино в запечатанной посуде но вот неизвестно зачем и откуда наперли судьи давайте разбираться что это может значить так откуда приехали судьи приехали неизвестно пришли откуда хорошо перу наперли судьи то есть эти судьи будут судить государство перу судить устанавливать там свои законы и обратите внимание вот на что Маяковский в 15-м году конечно ни разу не видел государство первое или первое конечно он не знал как там говорят говорят там конечно на каком лице на испанском на испанском на испанском на испанском конечно но он удивительно соединяет какие-то редкие русские слова орая перу орут перуанцы где песни танцы бабы и где над венцами цветов померанца были до небес баобабы 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 в первую небо нет заметь ему все равно есть ли перу баобабы или нет на самом деле их там нет померанца 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 померанец сон апперсина правда померанца но ему нужно поставить что-то ред венцами цветов померанца слышите это называется аль-литерация совершенно верно это называется аль-литерация аль-литерация по курсуков В нашем случае, согласно, иногда это называют альмитрацией, иногда ассанансом. Альмитрация это гласные, ассананс это гласные. Короче говоря, все это мы можем назвать звукопись. Когда как будто бы мы пишем звукопись. И до этого, если вы помните, тоже она была. По красному мою плывут катаршане, трубом выгребая талеру. Рыхом покрыв, кандальное ршанье, орудие по родине первой. Четко, совершенно альмитрировано. Подобранные слова. Так, чтобы там часто встречалось. Р, я, ля, ну. И это действительно называется звукописью. Итак, сначала все хорошо. Бананус, ананасы. Тоже, кстати, звукопись, да? Бананананасы. Радости груда. Вино, запечатанное по суде. Но вот, неизвестно зачем и откуда наперли судьи. И птиц, и танцы, и их перуанок Кругом обложили статьями. Глаза по суде. Пара жестянок. Мерцает в помойке я. Мерцает в помойной яме. То есть, судья сидит в помойной яме. Ну, он не знает. Так, значит, судья обложил статьями все это государство. Житель, да? И птиц, и танцы, и их перуанок. Я думаю, что просто Деньковскому очень нравилось звучание слова, да? Перуанок. Правда? Попал павлин, оранжево-синий. Под глаз его строгий, как хвост. И вылимел моментально павлиний великолепный хвост. А возле первых летали попрельные птички такие, калибри. Судья поймал, и пух, и перья. Бедный калибри выбрел. Так, как себя ведет судья? Сука в этом городе хозяин, что он просто все делает, что он не знал. Так, в этом городе хозяин, пожалуйста, в этой стране, я знаю, в этой стране, я знаю, в этой стране. Так, еще. Что ему не нравится? То, что талибри летает. То, что талибри летает, ему не нравится. Почему? Павлин ему не нравится. Павлин и хвост. Папал павлин, оранжево-синий, под глаз его строгий, как хвост. И выленял, выленять, это как? Облысить. Проверя его полетит. Облысить нет. Нет, перья его оставили. Перья его оставили. Выленял моментально павлин. Великолепный хвост. Он потерял что? Хвост нет. Перья нет. Проси воздух. Он потерял цвет. Цвет. У судьи какие глаза? Стеклянные. Стеклянные. Пара шестяна. Оловянные такие. Извелите. И значит эти глаза способны обесцветить все. И павлин и хвост. И прекрасный узор грибрий. Судья поймал. И пух и белье. И пледный грибрий выбрел. И нет ни в одной долине ныне гор вулканов горящих. Судья написал на каждой долине. Долина для непурящих. И пух. И пух и белье. В пух и белье. По-первых, стихи мои даже в запрете под страхом пыток. Судья сказал, те, что в продаже, тоже спиртной напиток. Экватор дрожит от кандальных звонов, а в Перу без птичьи, без людей, лишь словно забившись под сходы законов, живут унылые судьи. А знаете, все-таки жаль перуанца, зря ему дали галеру. Судьи мешают и птицы, и танцы. И мне, и вам, и Перу. Давайте разбираться, кто же такие вот эти сути и страны? Барбара. Барбара? Еще раз напоминаю, Байковский, Перу, или Перу, в глаза в эти годы не видел. Нет, ну судьи барбара, какие они пришли, использовали воскаблиру, коллектив. Так, пришли какие-то странные люди, взяли. Так, взяли. Заставили вылимить хвост у павлика. Выбрели пух и пелье калибри. Ужас. Не то слово. Так, так, еще. Еще что-нибудь сделать. Так, написали на вулкане. Долина для небурящих. И, значит, вулкан прекратил куриться. Да? Так, хорошо. Еще. Почему они мешают петиции танцу? Ну, неужели судьи, понимаете, что у них нет людей? Давайте вам на вулкан, так не понимаю. Давайте. Танцы, ну, танцы, ну, танцевали на микро Перуанке, их все под статьи. Вот, потом... Подожди, тут вулкан не хватает. Вот так забрали на микро Перуанке. Да. Ну и что? Кому мешают? Судьи взяли. Ну, они никому не мешают, но приехали судьи, и по своим законам мы взяли их, ну, всех статьи. Всем статьи, то есть, всех подвели по какую-то статью захода. Да. Тебе танцевать нельзя. Может, тебе можно танцевать? Нельзя. Нельзя. Так. Так. Кто у нас павлин? Я хочу. И у павлинов тут же должен быть бесцветный хвост. Не случайно судья взглянет, выявил моментально павлиней великолепный хвост. Он взглянился. То есть, он стал бесцветным. Правда? Итак, судьи – это какие-то люди, которые… Не люди. Не люди. Не то, что они люди. Им просто что-то не нравится. Что им не нравится? Им не нравится. Им не нравится, смотрите, яркость. Яркость не нравится. Калибри – выбрец. Павлини хвост? Павлини. Да? Павлинов нет там в Беру. Что, видела? Еще раз повторяю, Береговский там близко не бывал тогда, в те годы. Там нет ни баобабов, ни павлинов. Павлинов не знаю. Может быть. Павлинов нет. Значит, это не так важно. Важно, что это некое экзотическое пространство, так чудесное. Это до некоторой степени рай. Рай первым ирландцам. Где птицы, танцы, бабы. А сейчас что получилось после визита судей? Все как-то, не то чтобы разрушилось, но все как-то обесцветилось. Все полиняло, все выцвело. Правда? Так, еще раз. Возможно, нас люди хотели превратить яркое пюре в классическую и мрачную европейскую страну? Значит, это не яркая страна, а это теперь обычное серенькое местечко. И дальше все у нас, правда? Нет. Бедно ел стихи мои. Да. Запрете. Под страхом утра. Конечно, это не правда. Я вас уверяю, что в Перу стихов Буйковского тогда, во всяком случае, не читали. Сейчас прочитаю. Ну, это что-то сегодня. Так, в Перу. В перевозах, да? На испанский, скорее всего. Но, тем не менее, в Бедно Перу стихи мои даже в запрете под страхом пыток. Это что значит? Когда стихи в запрете под страхом пыток. Штык. Кстати, у судьи есть мотивировка. Судья сказала, те, что в продаже, тоже спиртной напиток. Значит, стихи приравнены к спиртным напиткам. Так. Возможно, он писал, Маков написал мне от своего имени в один стихи, а, например, от кон перуанского поэта, которые были допущены. Это неплохая мысль, но нет, нет. Я, в принципе, уверен, Маковский был не настолько образованным человеком, чтобы знать хотя бы от одного перуанского поэта. Тихи приравнены к спиртному поэту. Тихи приравнены к спиртному поэту. Пиранки. Пиланку и... Так. То есть это все нечто возбуждающее воображение. Да. Это же так на судьбе. Глаза, вкус. Правда? Нет. Чувства. А значит, судья... Это тот, кто не любит вот этого возбуждения непросто. Ему не нравятся одинаково, заметьте, и калибри, и павлины, и стихи, и курение, и спиртного пирчика. Так, то, что возбуждает воображение, то, что как-то ярко экватор дрожит от кандальных законов. А в первом, без птичьи, без людьи, лишь словно забившись под своды законов, живут умные судьи. Так, они умные. Они живут, забившись под своды законов. Это как? Здесь тоже игра словами. Жить под сводами. Что такое свод? Свод правил. Там где написано правило, законы. Свод правил, это некая книга, правда? А просто свод. Крыша. Это некая крыша. Итак, они забились под своды законов. Они забились под крышу закона. Да, под крышу закона. Который ограничивает за инфидентом. Который этот закон забить сами и написали. Правда? Да. Еще одно словечко нам интересно. В первом, без птичьи, без людьи. Без птичьи. Такого слова явно в словаре не найдете. Нет. Не имеется виноваты. Есть без рыбььи. Есть без рыбьи, значит, физи... Если есть без люльйе, без рыбьи... И без птичьи... То значит, может быть, и без птичья... ...и без птичьи. Почему вы нет? Перуанки – это вряд ли птицы, да? Значит, там не осталось чего-то живого, чего-то яркого, чего-то интересного. Зато остались судьи мрачные, в чем-то страшные. Помните, как судья рисовал? Глаза у судьи. Пара жестянок сверкает в обойной яме. Вот эти самые судьи с глазами, как шестянки, как консервные банки, правда? Они мерцают в помойке. Вот все это великолепие бывшего Перу рушится под взглядом вот этих судей. Значит, получается, судьи – это не просто некие судьи, которые пришли в Перу. А это люди, которые не видят чего? Красоты. Цвета, красоты. Они не видят красоты. Они не умеют ее видеть, потому что глазами, шестянками, эту красоту, конечно, не увидишь. Правда? Да. Они не видят красоты. Им кажется, она лишней, неправильней. Надо ее бы подрезать, выбрить, как пух и перья уколебрить. Надо ее бы обесцветить, как хвост павлиний. Надо бы ее куда-то убрать. И в этот же ряд становятся стихи авторские. Значит, стихи тоже такие. Думаем, думаем сами. Красивые. 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 Яркие. Неповторимые. Все, что необычно, судьи режут. И, конечно, это издевательский гимн. Он называется гимн судье. Почему гимн? Хваливная песня судьи. Ну, хваливная песня судьи. Но хвалит, чтобы хвалить. Хваливная песня судьи. Что? В чем же его хвалят? Видите, в кавычках хваливная. Не понимаю, давайте, по одному. В кавычках хваливная. В смысле, наоборот. В кавычках хваливная. Согласен так. Еще. Его хвалят в том, что он убернул, собрал все краски, все это вытягивает. Так, то есть все краски убраны. Так, еще. Ну, следующее, гимн это же восхваление подробно. Гимн восхваления, конечно. И не обязательно, что это хороший вкус у нас в свете. А вот получается, что не обязательно. Получается, что это гимн действительно издевательский. Когда мы не хвалим, а вовсе даже, на самом деле, ругаем. Перед нами та же самая сатья. Что помните, когда-то была у Антиоха Третьевича Консидера. Смотрите, сколько времени их разделяется. 200 лет. И тем не менее, Миконсидер и Маяковский отдавали дань Сатири. Сатири. Миконсидер. 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 Миконсидер.